Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Кумертау проходит республиканская научно-практическая конференция под названием «Опережающая педагогика. Территория развития». Организаторами выступили Министерство образования Республики Вашкортостан, Башкирский государственный педуниверситет имени Акмулы и администрация города Кумертау. Научно-практическая конференция по введению профстандартов является пилотным проектом. Он предполагает повышение качества образования во всех уровнях, начиная от дошкольного и общего до дополнительного. Для этого проведен анализ состояния дел, далее планируется работа по обучению педагогов. Разработчиками проекта являются Министерство образования Республики, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмулы и администрации города Кумертау. Для ознакомления с программой модернизации системы образования приехали педагоги из разных городов и районов Республики. В течение двух дней их ожидают тренинги и обучающие семинары. Надеемся на плодотворную работу. Как кардинатор летнего отдыха хочется услышать сегодня в рамках конференции новые предложения, формы работы по оздоровлению детей в период летних каникул. Нуждаются Республика в таких мероприятиях, потому что мы находимся как раз в век модернизации образования. Я думаю, что каждый участник этого мероприятия везет с собой какие-то новые идеи. Гостей уже перед началом пленарной части в фойе Центра детского творчества ждали первой экспозиции с передовыми технологиями. В детском саду номер 14 «Ромашка» подобные новинки уже начали использовать в работе. Так что образовательный семинар и представленные выставки педагогов учреждения заинтересовали. С подобными технологиями мы знакомы. Даже приобрели уже в детском саду на выбранный грант доску интерактивную, программу для нее. Вот сейчас хотим расширить ассортимент, расширить для того, чтобы интерес детей поддерживать, для того, чтобы развивать детей, чтобы наши дети пришли подготовленные в школу на 100%. Открытие форума состоялось при участии педагогических работников Республики, депутатов Совета, почетных гостей. Участников конференции и соорганизаторов поприветствовал глава администрации городского округа Борис Беляев. Дорогие друзья, прежде всего, позвольте мне выразить искренние слова благодарности команде Башкирского государственного педагогического университета, во главе с Равиль Мирвайчем Асадулиным, за принятое решение открыть первую пилотную площадку именно в Комертау. За уже проведенную большую работу и выразить уверенность, что наше сотрудничество будет постоянным, очень успешным. За реализацию совместного проекта Борис Владимирович вручил благодарственное письмо ректору БГПУ Раилю Асадулину. В работе конференции принял участие депутат Госдумы Российской Федерации Зарив Байгускаров. Он говорил о роли учителя вчера и сегодня. Ведь от работников этой профессии, от того, как они подготовят подрастающие поколения, во многом зависит будущее страны. Также он подчеркнул, что всегда будет стараться поддерживать систему образования во всех вопросах. Я считаю, что нужно поднимать престиж профессии учителя, потому что, еще раз повторюсь, возможно, что это очень важно, потому что, как бы это, может быть, высокообарным словом это не было, это дети, это наше будущее. В Министерстве образования Республики выражают надежду на то, что подобные обучающие площадки заработают и в других городах и районах Пашкортостана. Я очень рада и хочу от имени Министерства образования поблагодарить администрацию города Кумертау, Башкирский педагогический университет Раэль Мирвайович и вас, с тем, что именно в городе Кумертау вы открыли данную конференцию. Поэтому это первая конференция подобного варианта. Я думаю, что все остальные у нас городские округа, муниципалитеты потом возьмут пример. В ходе пленарной части организаторы ознакомили с основными направлениями работы. Затем в рамках конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Башкирского государственного педагогического университета и администрации городского округа город Кумертау. В интервью нашему телеканалу ректор БГПУ Раэль Асадуллин отметил, что договор принят как минимум на пять лет. Суть реализуемого проекта в том, что здесь не будет указаний сверху. Развитие должно исходить изнутри, отметил он. Модернизация системы образования требует и новый статус муниципалитета. Я хочу воспользоваться предоставленной возможностью поздравить Кумертау с достижением того, что они стали территорией опережающего развития. Естественно, что это экономический проект и социальный проект, но решить эту проблему без свежих мозгов, свежего подхода к решению проблемы, наверное, невозможно. Поэтому мы сегодня вместе с системой образования города Кумертау должны модернизировать систему образования, чтобы она отвечала вызовам опережающей экономики, опережающего производства. Живой интерес у гостей вызвали представленные выставки с обучающими технологиями. Надо отметить, что в ЦДТ в скором времени планируют запустить детский технопарк с подобным оборудованием. 2 февраля депутат Государственной Думы 7-го созыва Зарев Байгускаров провел прием граждан по личным вопросам. Участие в приеме также приняла заместитель главы администрации по социальной кадровой политике Наталья Лапшина. Вопросы пришел. Я больше 40 лет отработал в районах Крайнего Севера. У нас кто отработал большой стаж по программе переселения из Крайнего Севера, работников отработавших в большой период, есть программа, чтобы посодействовать по межведомствам взаимодействия регионов по последнему постановлению Дмитрия Анатольевича, решить этот вопрос. В этот день в здании администрации городского округа на прием к депутату Государственной Думы Российской Федерации Зарифу Байгускарову записались 15 человек с вопросами как частного, так и общего характера. В ходе приема от граждан поступили обращения, касающиеся вопросов, начиная от улучшения жилищных условий, заканчивая работой правоохранительных органов. Зариф Байгускаров внимательно выслушал каждого, а также пообещал каждый вопрос взять под личный контроль. «Приема, чем она хороша, потому что есть проблемы у людей, конечно, каждый вопрос, он обсуждается, я изучаю его лично и посмотрю, то есть есть ли нарушения со стороны тех органов власти, которые должны быть решать. То есть здесь, конечно, в этом отношении оказывается помощь. Но я вижу, то есть люди приходят с предложением, я вижу, что там-то здесь есть вопросы, и, конечно, надо изучать, возможно, какие-то органы тоже не дорабатывали. Это такая вот прямая связь, связь с избиратами, это, конечно, для меня это очень необходим, потому что я его буду учитывать в работе». Прием граждан проходил в течение двух часов. По его окончанию депутат Государственной Думы поделился журналистами своими впечатлениями, которые сложились у него за время общения с горожанами. «Негатива я в отношении администрации города Комертау я не услышал. То есть у них такие разумные предложения, есть желание оказать помощь в работе администрации, есть некоторые разумные, есть, как и у них, предложения, которые они хотят совместно с администрацией работы. Поэтому с этим предложением будем вместе работать». Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Не обделил своим вниманием депутат Госдумы Зарев Байгускаров и жителей Куиргазинского района. С волнующими вопросами к народному избраннику обратились 9 человек. «Жители района волнуют разные вопросы. В основном это обращения, которые требуют вмешательства республиканских ведомств, поскольку, согласно действующему законодательству, они не могут быть решены на местном уровне. К примеру, получение жилья одинокой пенсионеркой, льготы по коммунальным платежам работникам образования. Пожилой мужчина просит помочь в решении проблем с электросчетчиком. Были и более общие темы, касающиеся всего населенного пункта. Так к депутату обратилась Лилия Байгузина, жительница села Елчикаево. Как оказалось, в населенном пункте до сих пор нет сотовой связи и интернета. «Я обратилась от имени наших жителей, от имени родителей наших учеников, потому что им надо готовиться к экзаменам ОГЭГЭ. У них нет возможности такой». Надежды на решение вопроса не только одной семьи, но и всего микрорайона возлагает и Олеся Рачкова. Так новый район села Ермолаево нуждается в подведении инфраструктуры и инженерных сетей. «Семь лет назад мы получили участок по улице Юбилейной, микрорайон Северный. И вот по сегодняшний день у нас нет никаких коммуникаций. Построили дом, хотим в нем жить, многодетная семья. Жить негде. Дом стоит, сердце крови обливается, жить не можем. Нет элементарного даже света». Все вопросы и обращения были взяты на контроль. На некоторые были даны ответы на месте. «Вопросы решаемы. И, конечно, я буду заниматься, чтобы совместно с администрацией Курганинского района, чтобы эти все вопросы были решены. В принципе, таких вопросов, наверное, кричащих, чтобы где-то видно, что без действия органов власти имела место быть, таких я не увидел». Всего к депутату в день приема обратилось 9 человек. Айгуль Мухаммедшин, Ярослав Кондратьев, Денис Тихонов. Новости. 2 февраля в городе произошло локальное ЧП. Старое дерево не выдержало снежного плена и упало прямо на стоящий рядом автомобиль. Случайности это или следствие чьей-то халатности? Разобраться в этом пытался корреспондент Константин Меркушев. Происшествие произошло по улице Пушкина. Возле дома номер 4 заснеженный клён рухнул прямо на стоящий автомобиль. Такую картину наша съемочная группа увидела по приезду. А вот хозяину пострадавшего автомобиля пришлось наблюдать с самого начала. Крыша помята, на кузове множество мелких царапин. Владелец ВАЗ-2112 припарковал машину в привычном месте, чтобы забрать своего ребенка с детского сада номер 17. Оленький цветочек. Он не подозревал, что дерево внезапно рухнет. Всё произошло примерно в 4 часа дня, когда родители начинают забирать своих детей домой. Я вышла за ребенком, пошла выносить мусор. Слушаю хруст. Выкинула мусор, иду обратно. Думаю, дети балуются. Детей шугануло отсюда. Смотрю, дерево падает. Проходило прямо мимо приоры. И оно упало. И быстрее бежать. Упавшее дерево повредило и линии электропередач. Чтобы избежать поражения электрическим током, пришлось вызвать сотрудников электросетей. А вот убрать тяжелый ствол с кузова автомобиля оказалось непростой задачей. Работникам управляющей компании номер 5 предстоит трудная и кропотливая работа. Старое дерево давно беспокоило жителей дома номер 4 по улице Пушкина. По их словам, они неоднократно обращались в РЭО с просьбой принять меры по устранению старого дерева. Она была уже подгнела. Мы ее сколько говорили в дом управления. Отпилите, пожалуйста, отпилите. Когда это случится. Вот и случилось. Ну, много снега. И оно как старое уже. Давно говорили спилить его. Списали. Вы обращались? Да, писали. Ну, не знаю, там до этого заявку делали, говорили. День назад. Владелец машины вызвал сотрудников полиции для фиксирования происшествия. Теперь владелец, очевидно, будет требовать управляющей компании возмещению ущерба. Но все-таки радует, что на месте машины не оказались прохожие. Константин Меркшо, Владимир Кузьмин. Телекомпания «Арис». Городской округ принял очередные лыжные соревнования. В этот раз в Кумертау собрались лучшие лыжники юга Башкортостана. Побороться за первенство съехались порядка ста спортсменов. Подробнее знает Константин Меркшо. 3 февраля в Кумертау на лыжном стадионе стартовал зональный этап 19-й спорта Киады среди школьников Республики Башкортостан по лыжным гонкам. Среди участников южной зоны республики. В которую входят города Стрелитамак, Ишимбай, Салават, Мелюз и Кумертау. Лучшие представители своих городов встретились на лыжне нашего города. Южная зона считается одной из сильнейших в республике. Поэтому у самого старта борьба обещала быть напряженной. И даже мороз не помешал началу гонки. У нас очень уникальное, можно сказать, расположение местности. Лыжный стадион. Если в городе сейчас сметает все, здесь, как видите, ветер не такой сильный. Погода, в принципе, температурный режим разрешает проведение до минус 18 градусов. Поэтому, ну, спорт, лыжный спорт. В первый день соревнований состоялась индивидуальная гонка. На старт вышло 120 юношей и девушек. Среди них две возрастные группы. 2003-2004 и 2005-2006 год рождения. Дистанции у всех возрастов разные. Это 2, 3 и 5 километров. На финиш приходит практически без сил. Отдаются лыжне полностью. Для некоторых спортсменов и тренеров трасса стала настоящим испытанием. Здесь она всегда не отличалась легкостью из-за перепадов. Поэтому для тренировки, для развития выносливых лыжников самое, я считаю, подходящее. У нас, в отличие от вас, таких нету перепадов, подъемов и спусков. Поэтому нам здесь немножко приходится тяжеловато. Катываться в гонку спортсмену пришлось с пылу жару. Здесь от них ждут только лучших результатов. По ходу дистанции лыжников подбадривали тренеры. Это ли не настоящая поддержка для участников? Маша, давай, 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 молодец, молодец! Давай, 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 давай! По словам спортсменов, трасса находится в идеальном состоянии. Недавно выпавший снег и мороз придал хорошее скольжение по лыжне. Совсем недавно выпал снег и как раз поморозило. И ты с лыжня хорошая теперь. Мне очень понравилось бежать по такой лыжне. В принципе, неплохо было. Я немножко устала, но мне понравилось. И я очень рада, что защищаю честь нашего города. И очень рада, что к нам приехали люди с Южной Башки, с Южной Республики. По итогам соревнований единоличное первое место заняла сборная города Кумертау. Теперь наша команда юношей и девушек будет представлять Южный регион на главных республиканских соревнованиях. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В четверг в Кургазинском районе состоялось заседание Политсовета «Единой России». В его работе принял участие депутат Госдумы Зарив Байгускаров. На заседание также были приглашены общественные деятели. На заседание Политического совета Кургазинского отделения партии «Единая Россия» обсудили несколько вопросов. В том числе итоги единого дня голосования по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Также рассматривались вопросы реализации решений 16-го съезда партии. Он проходил 21-22 января в Москве. В нем в составе делегации от Башкортостана принял участие и депутат Госдумы Зарив Байгускаров. Партийные проекты формируются на основе предвыборных обязательств и становятся приоритетными задачами партии, отметил он. Зарив Закирович назвал изменения в законах, которые вступили в силу в этом году. Предусмотрено также увеличение заработной платы бюджетникам, учителям, северозравоохранения, социальной защиты населения работникам. А также в Государственном Думе был принят закон, согласно которому 5000 рублей выплачивается всем пенсионерам. И в программе партии было записано, что впредь увеличение пенсии будет происходить исходя из инфляции за предыдущий год. Учитывая, что инфляция в 2017 году составляла 5,4%, буквально с 1 февраля на этот процент будет увеличена пенсия, в том числе и пособие социальное. По итогам предыдущих выборов представители избирательных участков за активную работу были награждены благодарственными письмами. Куэргазинцы проводили старый и встретили Новый год. В районном ДК «Молодость» состоялось закрытие Года российского кино и был дан старт Году экологии. Мероприятие посетили в том числе высокие гости. В Куэргазинском районе в торжественной обстановке подвели итоги Года российского кино. В зале собрались руководители предприятий и учреждений, главы сельских поселений и представители общественности, официальные лица. Успехи куэргазинцев сравнивали с поступками героев известных отечественных фильмов. И каждое достижение было отмечено наградой признания. И первую награду в номинации «Есть такая профессия. Родине служить» получила школа номер один, села Ермолаево. В прошлом году семь выпускников образовательного учреждения поступили в вузы военного направления. Особое место в кинематографе занимает детское кино, мультфильмы, сказки. Так и в культуру свой большой вклад вносят детские коллективы. И обладателем премии «Признание» стал ансамбль «Лошкарей и колокольчик» из села Бахмут. Номинанты подарили и свой музыкальный подарок. Бурные овации залы стали еще одной наградой для юных талантов. Благодаря таланту район прославила и дружная крепкая семья Миколайчук из села Павловка. Они стали победителями в республиканском конкурсе «Молодая семья». Награду им вручали золотые юбиляры прошлого года семья Юл Борисовых. Обладатели премии в номинации «Мелодия любви» исполнили и музыкальный номер. Очень рады, потому что мы не так давно переехали в район. И вот это вот большая поддержка на самом деле. И мы оправдаем доверие, которое у нас было возложено вот этой наградой. Открытие рынка в селе Ермолаево также стало значимым событием прошлого года. Как шутливо описали ведущие программы, рынок – это не только торговый центр. Он является и местом общения, и службой новостей, и брачным агентством. Генеральный подрядчик, построивший объект, руководитель предприятия «Автобаш-сервис» Денис Никитин, стал победителем в номинации «Благое дело». Премию вручил глава муниципального района Ахат Кутлу Ахметов. В своей приветственной речи Ахат Евдатович отметил, что больших проектов и дел в районе в 2016 году было много. Эффективность работы органов местного самоуправления также отмечена на высоком уровне. И по итогам предыдущего года район стал лучшим среди 42 муниципалитетов республики. От имени Куэргазинса в главе администрации Ахат Кутлу Ахметову также была вручена премия в номинации «Высота». Я думаю, это не только моя заслуга, это заслуга жителей нашего района, руководителей, особенно депутатов районного совета, которые именно принимают правильные решения. Поэтому мы, как испанент власть, над этими вопросами работаем. Поэтому я очень доволен, всем спасибо, особенно жителям нашего района, которые действительно поддерживают. Я всегда к уважениям отношусь и к ветеранам труда, участникам Великой Отечественной, хотя их мало осталось, женщинам, которые трудятся на благо своего района. Поэтому каждый человек, когда работает на благо района, на благо республики, что-то получается. Что касается наступившего года, Ахат Евдатович отметил, что намечено много дел. Это и благоустройство территорий, очистка водоемов, решение вопросов вывоза мусора и утилизации твердых бытовых отходов. Своё решение экологических проблем и вопросов по охране особо охраняемых природных территорий предложили учащиеся школ. Они выступили с научными проектами. Целью нашего проекта являлось обратить внимание на ещё одно перспективное направление развития Кургазинского района и привлечь учащихся и их родителей к проблемам регионального туризма. В следствии этого мы привели социологический опрос, и он показал, что всего лишь 30% учащихся посещали 2-3 объекта, то есть достопримечательности, природные памятни, но остальная часть лишь только слышала о них. По итогам прошлого года вкладку эргазинцев в развитие своей малой родины высоко оценил депутат Госдумы Российской Федерации Зариф Байгускаров. По нынешнему году каждому следует изменить своё отношение к природе, отметил он. «Погода экология, конечно, самая основная, наверное, на мой взгляд, это когда надо начинать, наверное, себя, надо начинать учить своих детей, чтобы они научились беречь природу, беречь нашу землю, чтобы его не засорять, то есть чтобы мусор не кидали, мусор не собирали, чтобы они только его положили в отведённое место, потому что это очень важно, чтобы наши будущие, наши дети, наши правнуки, чтобы мы оставили чистую землю». Возвращаясь к успехам прошлого года, можно сказать, что год кино был продуктивным. В районе выражают надежду на то, что и нынешний год будет таким же богатым на приятные события. Это было последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин